МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямого эфира 511-99-66, а также 8 800-532-55. Звоните и задавайте свои вопросы. Я познакомлю вас с гостем в нашей студии. Сегодня по этой теме мы общаемся с Сергеем Александровичем Сотниковым, исполнительный директор некоммерческого партнерства, логистика и автоперевозки Татарстана. Итак, Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Мы именно с вами эту тему обсуждали, когда Платон только планировали вводить. Это было более года назад, в 2015 году. И для начала хотелось бы понять, что удалось при реализации данной системы и что еще требует доработки. Такой некий промежуточный анализ системы. Платон. Ну, как мы предполагали и с самого начала говорили, что необходимо прежде эту систему вводить, необходимо какой-то тестовый период, все это обкатать, все это просчитать. И сейчас, прошившие полутора лет, все наши опасения, они подтвердились. Это первое, то, что эта система сама по себе неэффективна. Потому что, если посчитать за эти полтора года, сколько эта система собрала, то на фоне всего этого общего дорожного фонда, это копейки. Ну, собрала за 2016 год порядка 20 миллиардов, если мы не ошибаемся, рублей, эти деньги должны были пойти в дорожный фонд. Ну, понятно, из этих 20 миллиардов, нужно учитывать, что 11 миллиардов уходит к инстанеру, то есть той организации, которая непосредственно обслуживает эту систему. То есть уже остается 9 миллиардов. Плюс транспортный налог идет сейчас компенсацию. Соответственно, те налоги, которые в республиканский бюджет шли, они сейчас туда не идут, а идут в федеральные оплаты вот этого платона. Соответственно, посчитать, сколько денег реально пришло, я думаю, что сколько пришло, столько и ушло на расходы. Столько и потратили, да, на расходы на обслуживание самого системы. Так, хорошо, ну, к примеру, то есть недособраны какие-то деньги, утекание капитала из регионального федерального бюджета. Что еще можете отметить по работе системы? Ну, по работе системы... Ну, работает она, как задумывалось, она же должна была выстраивать некую логистику для передвижения грузоперевозок по России, по грузоперевозкам ничего в лучшую сторону не сделала. Единственное, что люди убедились, что у нас, как обычно бывает, систему создали, но у нас 70% перевозчиков эту систему не оплачивает, потому что система штрафов и система вот этого сбора информации, она была неотлажена. и получилось, что фактически у нас эту систему и не платили. Платили в основном крупные компании, добросовестные перевозчики, те, кто привык все платить. А большинство перевозчиков видят, что нет штрафов, соответственно, и не видят смысл платить, и ездят, и не плачут. То есть, вашими словами, получается, что сейчас можно беспрепятственно не пользоваться системой Платон и не получать штрафов? Ну, смотрите, вот сейчас вот эту систему, когда ввели, у них есть там специальные рамки контрольные, которые были в Московской области, только по всей стране они не были установлены. Соответственно, по Московской области там люди оплачивали, а то, что если ехать в Сибирь и куда-то дальше, там никто не оплачивал. То есть, фактически, эта система не собирала тех денег, которые они запланировали. То есть, эти 70% неплательщиков, это недополученная прибыль самой системы, которая, возможно, будет компенсирована за счет повышения тарифов. Возможно, и с этим связана. Ну, понятно. То есть, наверное, слово прибыль тут, наверное, не совсем правильное. То есть, если бы, конечно, все платили, то, конечно, сумму они собрали бы больше. Но тут надо понимать, что есть люди, которые считают, что сама система несправедлива и не платят из принципиальных каких-то вещей. Конечно, с тех сигналов, которые мы получаем от правительства и все прочее, видно, что закручиваются гайки, то есть штрафы уже потихонечку начинают собирать, устанавливаются дополнительные рамки, выявляются узкие места, где как можно не платить. И, соответственно, все идет к тому, что заставят платить всех. И плюс к этому, то, что заставят всех платить, с 15 апреля будет 3 рубля. То есть, в два раза увеличивается. Соответственно, у нас получается 15 апреля, это увеличение тарифа платон. В два раза будет 3 рубля. Ну, и еще надо добавить к этому, что будет весеннее ограничение введено. И у нас получается 15 апреля такой час икс для перевозчиков, который для нас достаточно болезненный. По весенним ограничениям, я думаю, мы еще пройдемся. Хотелось бы понять, вот с появлением систем платон. До этого грузоперевозчик не нес этих расходов. Сейчас он платит там порядка полутора рублей, будет 3 рубля. Как это отразилось на рынке в грузоперевозок? И повысились ли значительные цены на грузоперевозки ввиду этого повышения? Ну, понятно. Но тарифы будут повышаться где-то в среднем на 20-25% непосредственно на сами перевозки. Что, в свою очередь, отображается на себестоимость продукции. И это подтвердили не только мы, это подтверждают и промышленники. Мы 16 февраля проводили круглый стол в торгово-промышленной палате вместе с представителями предприятий. И они подтвердили, что вот эти все расходы, естественно, повысят себестоимость продукции. Ну, по нашим прогнозам, где-то 3-5%. Это себестоимость повысит. Ну, и дальше уже надо высчитывать, поскольку это... 3-5% после повышения, после 15 апреля. И это после 15 апреля будет повышение себестоимости продукции. Так, но тем не менее, деньги от работы системы были собраны. Хотелось бы показать картинки заявленных каких-то реконструкций на деньги. Собственно, Платона было заявлено, что вот был реконструирован мост через реку Белая в Башкирии. Вот планируется достроить данный мост в Нижнем Новгороде, и, в принципе, немало дорог было отремонтировано на деньги Платона. Все же, вы как-то, как человек, который сталкивается с грузоперевозками ежедневно, ощутили изменения какого-то дорожного фонда в России? Как-то более отремонтированными стали дороги у нас? Ну, конечно, мы ничего особенного не заметили. И вот все, что вот эти рекламные мосты, это все, конечно, мягко говоря, лукасто. Потому что это, прежде чем мост строит, сначала его проектируют, заклаживают бюджет, и эти деньги уже заложены были несколько лет назад. И строить этот мост начали давно, это первое. И второй бюджет дорожный, он порядка 600 миллиардов. Если посчитать на фоне вот этих 600 миллиардов, сколько вот этот Платон там собрал, это капля моря. И при этом эта капля очень сильно заметна. И она заметна для непосредственных предприятий. Но все-таки было опасение насчет малого, среднего бизнеса. О нем сейчас принято говорить много и часто. Это тренд. Как-то вот в вашей сфере на рынке грузоперевоза, как малый бизнес на это отреагировал? Есть ли у них, в принципе, деньги, чтобы платить за пользование системой? Ну, во-первых, нужно понимать, что автомобильные перевозки, это как кроменосная система. И мы чувствуем все, что происходит в экономике, в первую очередь. Потому что как только в экономике что-то плохо снижается, потребность в транспорте, и мы это все видим. И оно есть, особенно в последние несколько месяцев, реально идет падение. То есть и в первую очередь, как всегда, это касается малый и средний бизнес. Потому что малый и средний бизнес, он наиболее подвержен всем колебаниям. Ну, какой-то отток игроков на рынке произошел. Конечно. По нашим оценкам, где-то уже порядка 30% вот именно малый и средний бизнес ушло с рынка. И это мы видим по нашему перешему. А после повышения тарифа, значит, процент может возрасти? Или те, кто уже был слабым игроком, уже отзывался? То есть процесс идет, он не останавливается. И сколько еще уйдет, я думаю, ну, еще, может быть, процентов 20 уйдет. И при этом, даже если в нашей экономике в ближайшее время будет какой-то рост, то эти люди уже не вернутся, у них уже не будет такой возможности. Потому что и стоимость грузовиков увеличилась очень существенно. И это, в первую очередь, отобразится в лучшую сторону для крупных компаний. И крупные компании, естественно, могут этот рынок наполнить грузовиками. Но, как мы знаем, любая крупная компания, особенно монополисты, они, как правило, не так, скажем, себестоимость держат низкую. И я думаю, что это приведет опять-таки к увеличению стоимости перевозок. Ну, чтобы понимать, какой процент в структуре издержек компании-грузоперевозчика занимает пользование данной системы? Чтобы мы понимали, это 1, 10, 20%. Ну, понятно, смотрите, вот у нас сейчас себестоимость... Сколько маржинальности? Я понимаю, то есть 1 километр проезда по дорогам для грузовиков, себестоимость там, это порядка 30 рублей. Соответственно, если посчитать платон, то есть это плюс 3 рубля, это уже 10%. Надо учитывать, что мы на это еще потом налоги накладываем, и это получается уже все 5 рублей. Вот вам уже 15% получше. Ну да, это ощутимо для любого бизнеса. А у нас там 5-6% ориентабельно с этим максимумом. Вот то, что происходило тогда при вводе системы, массовые забастовки, покажем сейчас фотографии, 2015 и 2016 годов, когда колонны грузовиков ехали по стране, грозились перекрыть полностью МКАД, и дальнобойщики бастовали активно. Чем это все закончилось? Мы видим, работа системы все равно продолжается, тарифы увеличиваются. То есть получается, по факту, это никак не сработало в лучшую сторону для грузовиков. Ну, во-первых, нужно понимать, что мы же не все видим, как это все дело происходило. Во-первых, в тот момент очень здорово предприятие, многие встали, и промышленники подключились. И действительно до правительства дошла информация, что действительно не так все просто. И поэтому пошли вот эти какие-то поблажки, то есть сделали годный период, то есть рубль 53, а потом снизили штрафы, и то есть какую-то слабину дали. Соответственно, это, так сказать, повлияло, не повлияло. Конечно, повлияло, то есть повлияло, но сейчас, получается, время прошло, сейчас возвращаемся опять к тому же, к исходному, опять идет повышение, и опять мы встаем от правной точки. То есть опять это... Да, получилось, просто отложили повышение этого тарифа просто на больше, чем на год, и тем не менее все равно вводится та сумма, которая должна была быть изначально. Просто дали возможность время, чтобы страсти поутихли. Получается так? Ожидается просто новая волна 15 апреля? Есть ли какие-то у вас уже в вашей среде какие-то предложения? Ну, в нашей среде серьезные как бы сейчас идут волнения, то есть это, конечно, перед телевизором мы это все не видим, потому что, во-первых, есть еще время, временный период, и люди уже, те, кто на грани разорения, они уже на нервах, и к чему это все приведет, то есть социальный прорезон очень серьезный, и здесь необходимо очень серьезно над этим задуматься вообще, а стоит ли вот ситуацию вот так вот раскачивать? Я имею в виду со стороны деятелей с Платона, я думаю, здесь надо ситуацию купировать и, наоборот, градус напряжения снижать. А сейчас с этим повышение Платона, плюс еще весенние ограничения, то есть идет дополнительная подпитка вот этого настроения негативного, и к чему это приведет? Ну, хорошему явно не приведет. Ну, вот это весеннее ежегодное ограничение, оно так символически накладывается на повышение тарифа Платона 15 апреля. Немного суть еще раз напомню телезрителям, на какие автомобили будут ограничения, и как это повлияет на ситуацию на дорогах? Я понимаю, знаете, когда у нас были грунтовые дороги, то есть в свое время говорили, что вот эти дороги плывут по весной, и надо грузовикам по весной не ездить. И сейчас это уже много лет повторяется, и каждую весну там говорят, что надо вот весной грузовикам не ездить. При этом нет ни одного исследования научного, которое доказывает, что действительно необходимы эти весенние ограничения. Говорят, что там дороги вы разбиваете и все прочее, Но мы же видим прекрасно, что есть дороги, которые грузовики не ездят, они точно так же разбиваются. Проблема не в грузовиках, проблема в устаревших технологиях, которые строятся дороги. Нормативы, которые не выдерживают нынешние ситуации на рынке. Машин, скажем, все больше, 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 а технология строительства дорог. И то, как эти дороги делаются, и как финансируются, это все остается точно таким же. И пока эту ситуацию кардинально не поменять, так и будет, вот сейчас грузовики виноваты. А где гарантия, что через какой-то промежутку ремонт скажут, что легковые нужно не запрещать. Что касается всех нормативов и весенних, представьте себе ситуацию, если жильцов дома скажут весной всем не заселяться, потому что дом весной может просесть. Все это закладывается, все эти весенние какие-то колебания, они все закладываются в строительстве. Все в нормативах все закладываются. То есть вы скептически настроены и относитесь к этим мнениям? Конечно, скептически. Мало того, мы же ведь сколько раз запрашивали, дайте хоть одно исследование. Ну, Росавтодорожа, по-моему, есть. Ни одного исследования. Соотношение, что один проезд большегруза примерно приравнивается к 30 тысячам проезда легкового автомобиля. Я вам больше скажу, есть разные изъявления, что и 60 тысяч. Я не удивлюсь, если через год будет 600 тысяч, понимаете? Но они не подкреплены какими-то исследованиями. Как может чиновник говорить цифры голословно? То есть у него должно быть обоснование. Вот есть какой-то научно-исследовательский институт, вот есть разработка, вот есть исследования. И все это дело доказать. А сейчас 60 тысяч грузовиков, а почему не 70? Так, ну, ваше мнение ясно. Я думаю, продолжим эту тему после ответа на вопрос телезрителя. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте, меня Руслан зовут, я тоже являюсь перевозчиком. Ну, во-первых, я с вами соглашусь, да, действительно, вообще тема непонятная, ее нужно обсуждать, развивать и доносить до руководства. По поводу дорог, это здесь, наверное, еще все-таки и чиновничий фактор учитывается. Мне кажется, не доходят. То есть денежные средства, которые выделяются, они в полном объеме не доходят. И еще, как вариант, всем перевозчикам советую, ну, либо газодизельный, либо чисто метановый уж транспорт. Конечно, пока эта сеть не развита, но, насколько я знаю, Менисанов очень поддерживает это направление. И в дальнейшем, я думаю, за этим будущее. Если в цельхэкономия, то газодизель, наверное, это как вариант. Да, а как вы лично относитесь к повышению цен тарифов на платон в два раза? Ну, я считаю, что та сумма, которая сейчас есть, она резкая и необоснованная. То есть, тем более сейчас, в данной экономической ситуации, это будет очень проблемно сказываться на именно частниках. И везде, я вот, насколько мне 30 лет, я понимаю, что везде скоро будет монополия. Будь то сельхозпроизводители, будь то транспорт, будь то еще что-то. То есть, мелких всех душит, ни о каком развитии малого и среднего предпринимательства речи не идет. Спасибо большое. Да, очень хорошее высказывание, мнение нашего телезрителя. Ну, примерно то же самое и сказал. Я поддержки малого бизнеса у нас нет. У нас вообще, когда автомобильная отрасль, та отрасль, которую сформировал не благодаря вопреки, потому что ни копейки в поддержку автоперевозчиков не было от государства. Все своими силами люди своим горбом заработали эти грузовики, и сейчас их вынуждает уйти с рынка. Ну, я считаю, это неправильная ситуация. Абсолютно. Ну, давайте мы тогда посмотрим, как считают наши пользователи в группе ВКонтакте, медиаканал Эфир24. Вопрос на сегодня. Как вы считаете, нужно ли брать с больших грузов плату за проезд по федеральным трассам? Есть три варианта. Да, они сильно разрушают дороги. Нет, это приведет к росту цен на товары, которые они перевозят. Мне все равно. И пока 76,6% считают, что нет, это приведет к росту цен на товары. И, в принципе, против какого-то взымания дополнительных плат. Ну, не факт, что это, естественно, голосовали сами грузоперевозчики, длиннобойщики, но такое мнение наших пользователей. Вы знаете, все забыли, что мы уже платим акцесс. И у нас сейчас около 7 рублей в топливе это акцесс. И у нас каждый грузовик в среднем платит 250 тысяч рублей в виде акцизов ежегодно. Это огромная сумма. И мы всегда говорили, акциз вам достаточно. Ведь когда акциз владели, был рубль, сейчас уже 7. И говорили, что этого будет хватать, а сейчас уже не хватает. Ну, то есть все равно должен какой-то... Ну, если смотреть, получается, акциз, дорожный налог и транспортный налог, точнее, или платон, деньги собираются, но дороги при этом все равно оставляют желать лучшего. Что же тогда необходимо делать? И нужно ли вообще тогда трогать автомобильную отрасль, если с нее выкачиваются деньги, но по факту дорог по стране в целом лучше больше не становится? Вы знаете, как автомобильных перевозчиков в данной ситуации загоняют в угол, и я считаю, это неправильно. Потому что нужно понимать, что все-таки люди, которые занимаются автомобильными перевозками, это люди, которые ведь работают не только на свой, как говорят, карман. Мы же ведь приносим огромную пользу стране, мы перевозим вот эти грузы. Кто будет вместо нас возить? Вместо нас некому будет возить. И куда уйдут вот эти все люди, которые всю жизнь проработали за рулем? У нас средний возраст перевозчиков около 50 лет. Куда этому человеку идти? На бежу труда? Давайте на бежу труда встанем. Кто будет? Ведь каждый перевозчик, каждый автомобиль, он кормит ведь не только водителя, он же кормит еще кучу людей, и семьи, и дети. И ситуацию будоражит сейчас, вот я считаю, вообще категорически нельзя. При этом нужно понимать, создается информационный повод, при том очень негативного характера, для того, чтобы в людях возникали протестные настроения. И это сейчас существует, и это надо серьезнейшим образом задумываться. А у нас все надеется, что как-нибудь само по себе рассосется. Я считаю, здесь нужно кардинально менять всю ситуацию. Ну, наш телезритель еще говорил про некую монополию, наверное, неправильно будет говорить о олигополии. Возможно, то есть несколько игроков на рынке, которые будут все решать. К этому может прийти, вот то, что происходит сейчас? Этим курсом мы идем. А к этому все идет. К этому все идет. И когда мы слышали вот этого платона водителя, нам же говорили, что надо водить грузы на железную дорогу. То есть, и это министр Соколов прямым текстом сказал, что нужно переориентироваться на железную дорогу. Но просто люди не понимают, что если на железную дорогу переориентироваться, то доставка груза увеличится. И чем дороже доставка, тем в итоге себестоимость дороже. И это все в итоге заплатит простой человек. Простые потребители будут приходить в магазин, увидят рост цен и кого мы будем навинять. Понятно, что любой человек, любая компания, которая говорит, что дополнительно она будет платить, что-то будет против. Но в данном случае хотелось бы выслушать ваши предложения непосредственно от вашего партнерства. Как вы тогда предлагаете решать ситуацию? Потому что пока мы в основном в СМИ слышим, как заявление против платона, против акцизов, но предложений конкретных пока нет. У нас есть конкретные предложения. Первое, ввести мораторий на два года, вообще повышение всех платонов. Это раз. Второе, мораторий на все весенние ограничения ТНВ. Третье, провести межведомственное исследование, то есть не только конкретно Министерство транспорта, а вообще, что мы должны подключить Академию наук, всех подключить и реально проверить ситуацию с этими дорогами. Что там происходит в этой дорожной отрасли, как сделать так, чтобы асфальт у нас все-таки не плавился. Это первое. Второй момент, сколько же все-таки нужно нам денег. И должна быть какая-то стратегическая программа развития всей дорожной отрасли не на один год, не на ду весну, а на несколько лет вперед. То есть сделать так, чтобы мы поняли, что вот эта программа, она даст результат через 5 лет, но она даст результат. Потому что сейчас каждый год мы латаем, латаем, латаем. Это ну сколько можно уже. Посмотрите, везде приняли эти программы. И я не знаю, там Китай уже несколько раз приводил в премьер. У них не было вообще дорог никаких. Посмотрите, сколько дорог понастроили. И все у них, и денег они где-то нашли на все это. А у нас сейчас идет какая-то вот дежавю, там каждый год одно и то же. Я считаю, это неправильно абсолютно. Нужно подключать специалистов и просто реально менять ситуацию кардинально. Какие тогда шаги вы предполагаете сейчас предпринимать? Ну вот смотрите, вот мы 16 февраля круглый стол в торгово-промышленной палате проводили и приглашали промышленников, то есть реальных производителей. И все в один голос сказали, что платон, весенние ограничения для экономики в целом вредны. И каждое предприятие подтвердило, что это откладывается на себестоимости. Нужно понимать, что если рубль себестоимости, это значит 2 рубля в конечном уже в магазине. И все говорят, давайте все-таки проведем ревизию вот этого всего, вот этого механизма с этими дорогами и посмотрим, как и откуда можно деньги брать, и какие деньги нужны будут, и где какие дороги нам нужны, и какие нормативы, может нормативы надо повышать. То есть это надо комплексно, комплексные какие-то решения, они такие вот, давайте с этого чуть-чуть возьмем, с того человека возьмем немножко, может быть, и получается мы все деньги складываем в какой-то общий бюджет, который потом впоследствии непонятно, как и докуда он доходит, и доходит ли нужным образом. Все живем вместе, все друг с другом общаемся, все прекрасно все понимают, кто-то может прямо не может это все сказать, вот, но в кулуарах-то все же между собой разговаривают, и все понимают. Ну, чтобы мы понимали, осталось не так много времени, подводя итоги. Стало ли меньше, кстати, каких-то нелегалов, которые незаконно осуществляют перевозки, иностранные компании, которые в принципе могут не платить штрафы, потому что не все камеры фиксируют номера из иностранных государств. Что касается иностранных, ну, платят все, потому что они, по-другому, и не могут работать, это раз, второе. Что касается нелегалов, как и в любом бизнесе, есть всегда нелегальная какая-то часть. Вот сказать, что это прямо, так скажем, что все у нас перевозчики нелегальны, это неправильно, потому что у нас где-то до Платона, где-то порядка 70 с лишним процентов, это были индивидуальные предприниматели, и все они зарегистрированы. И если у нас есть реальные факты, что конкретно человек занимается нелегальным, у нас есть для этого правоохранительные органы, налоговая система, всех выявляют, наказывают. И Платон для этих целей вообще зачем он нужен? Есть все органы, которые следят, смотрят, Ространс-танзор выявляют, наказывают и не дают людям работать. Ну, на этом наша программа подходит к концу. Сергей Александрович, большое вам спасибо за участие в ней. Достаточно много интересных выводов было сделано. Дождемся 15 апреля, посмотрим, как будут развиваться события дальше. С вами была программа «Главные новости». В студии был Тимур Рага. Всего доброго, до новых скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин